Доброе утро, мои дорогие зрители! Не ругайте меня, что я вчера пропала. Были дела. Поэтому сегодня тоже были дела. Сегодня я тоже припозднилась. Но сегодня были дела другие. Во-первых, всех поздравляю с чистым четвергом. Самое главное, что были чистые души. А потом уже тело. Я с утра уже сходила в храм. Сейчас я покрасила яйца. Они остывают. И сейчас с чистой совестью буду приступать к куличам. Все покажу. В телеграм, наверное, скорее всего. Или, может быть, в этом самом. В сторис кину маленькую. Вот эту, в шорс. Ну так, приступим к нашим баранам. У Бойковой что ни день, то у нее куры не несутся, то коровы не доятся. И каждый день ее трясет. То лысуха отелилась, тот раз в груднице, то у сына башмаки порвались. В общем, три топли на плющихе. Теперь у нее другая беда. Оказывается, теперь мальчиком для битья будет Сергей Петрович. Да. Новый конек, на которого Быкова уселась. То есть мужья ее уже всех достали. Даже ее подписчики пишут. Хватит про Женю Б. про Борю. Теперь у нас Санек был еще. Она же сама сказала, про Санька она молчит. Но она про него все равно вспоминает. Нет, нет, у нее проскакивает. Теперь у нас Сергей Петрович. Ну, он у нее уже был неоднократно, но он был только с хвалебной точки зрения. Ну, иногда она его ругала. Да. Но она вчера заявила на стриме, что штрафовать она его не будет, прогонять она его не будет. Она, короче говоря, хочет. Все сразу. Но что случилось? Что случилось? Сергей Петрович ухандокал весь шаран. Да. Приехала Света, пожаловалась. Сказала, что что-то там так будит. И вчера с утра и целый день в лепешках в Телеграм мы слышали монолог Быковой о том, что она едет со скоростью 40 километров, что у нее включена аварийка. И едет она в Тамбов. Сначала по врачам на сломанной машине, как она сказала. Она поехала по врачам, а потом она поехала в техподдержку на диагностику. И что случилось? У нее там все ступицы сломаны, там диски все четыре помятые. Хотя тот диск, где он влетел в яму, его еще даже не вернули. Верет она его сегодня. В общем, влетела наша барыня, как она вчера подсчитала, тысяч на 15. Это только запчасти, не считая работы. Ну и что? Вот Сергей Петрович не бережет чужое имущество. А что ты, Быкова, хотела? За 30 тысяч он тебе и жнец, и кузнец, и на дуде, и грец. Ты все хочешь в одном флаконе. Взяла она хозяйство, пускай работает. Опять она не забыла упрекнуть его про его зубы. Быкова, если бы ему нужно было бы... Вот почему-то в Краснодарском он не занимался зубами, а вот в Тамбове иначе... А во-первых, в Тамбове дешевле. Это раз. Во-вторых, ты же все равно ему днем даешь отдыхать. У него днем есть обеденный перерыв. Он спокойно мог бы на своей машине съездить и заняться своими зубами. В крайнем случае вызвать такси до Тамбова. Но я думаю, это дорого для него. Ты сама предложила ему эти услуги. То есть какие услуги? В свою машину. Но вы договорились, что он будет ездить и по твоим делам. То есть отвезти Лешку к невесте, привезти Лешку от девушки, съездить за Светой, отвезти Свету, отвезти бабу Надю на маникюр, на прическу. Да, баба Надя приехала. И что? Быкова уже ей сказала чуть ли не с порога, что теперь она будет выезжать из дома только с ее разрешения. Все. Вводится комендантский час. Все сидят по щелям. И никто никуда не ездит. Ездить будет только Быкова, только по своим делам. Все остальные должны быть на месте. Командир так распорядился. И что еще она сказала? Очень тяжело быть руководителем. Вот кто руководитель, тот поймет, что надо ходить и всех контролировать. Ну, не знаю, Оля. Смотря какой руководитель. Я очень долго была старшей медсестрой. У меня был большой коллектив, который не подчинялся. Но у меня не было. Были, ну, по пальцам можно пересчитать, но мне было достаточно одного раза сделать замечание. И потом я просто ходила и любовалась хорошей работой моих сотрудников. Ты знаешь, я никогда на них не кричала, никогда не унижала. Нигде об этом не говорила. Ни с кем это не обсуждала. И меня уважали. Ко мне очень хорошо до сих пор относятся. Встречаемся как лучшие друзья. Хотя там я уже не работаю. Поэтому руководителям надо быть тоже голову иметь на плечах. А не просто шашкой над головой махать. Поэтому будешь теперь ходить хвостиком за Петровичем, за Надей. Будешь нам жаловаться, какая у тебя жизнь тяжелая, что ты ничего не успеваешь. Ты съездила к врачам, к эндокринологу, еще кому-то ты же ведь не рассказываешь. Что-то ты сдала из анализов. Теперь тебе надо сдать еще анализы. Да, натощак. Потому что ты ехала к врачу и даже не подумала о том, что анализы сдаются, особенно гормоны натощак. Ты должна знать, ты уже их сдавала. И тебе дальше идет обследование. Что ж ты так устаешь? Ну, дай бог, чтобы все было хорошо. Чтобы никакую заразу не нашли. Поэтому у нас теперь новая тема. Не у нас, у Выковой. Теперь из стрима в стрим мы будем слышать про сломанный шаран, что его надо ремонтировать. Сейчас зазывало, начнут кричать. Вон, видите, умывается. Сейчас зазывало, будут кричать. Давайте соберем на шаран, давайте соберем на ремонт. А некоторые умные бабуси. И будут кричать, давайте Оле другую машину еще купим. Ей одну и мало. У нее 8 посадочных мест, а детей у нее 8. Они все не умещаются. Оля, тебе осталось 2 месяца. И твой 8-й ребенок в данный момент сделает ноги. Да. У тебя как раз будет 7 посадочных мест. Ты 8-я. Да, ты будешь ездить без нянек и без друзей. Но ты будешь ездить. И я так думаю, что не за горами. Или Петрович обидится и уедет. Что бы я сделала на его месте? Да, он накосячил. Да, он неаккуратный. От слова совсем. Вы помните маслобойку в сарае? Брошенное, не мытое, масло там не промытое. Она об этом показывала. Ну, неаккуратный. Вот ему где-нибудь работать скотником, где-нибудь на больших предприятиях, где этого всего не видно. А на маленьком пятачке с тремя коровами, с телятами, теперь еще поросята, это заметно, что он немножко неаккуратный. Ну, неаккуратный, невнимательный, в то же время своенравный. Поэтому сейчас Быкова, он, если посмотрит ее видео, он скажет, ну все. Или у них согласованность, что теперь она будет мусолить тему Петровича. Марго, ты меня гостей намываешь? Я вроде никого не жду. Но если только зрители придут видео посмотреть. Вот ты красота моя ненаглядная. Поэтому терпите. А то, что Быкова достала всех в Телеграме со своими вот этими кружочками, лепешками, это вообще слов нету. Она их ляпает и ляпает. Это при том, что человек занятой. Ну и напоследок я что скажу? Ее видео. Видео 8 минут. Распаковывала со Светой Василек. На грязные ноги, на грязные пятки наперила белые носки. Якобы индикатор чистоты. Что-то ты нам их не показала в конце видео, какие они у тебя чистые. Ты же ходила, подняла бы и показала, что они остались в себе такие же чистые, как и были. Вот тут-то ты не показала. И мы не видим твой индикатор чистоты. По 10 раз спалой ты моешь. Что еще? Распаковка, как всегда. Даже детям постелила постельное белье, которое идет по всем машинкам, по всем станкам проходит. Ткань не стирана, не глажена. Ну ладно, не хочешь ты стирать. Ну ты хоть прогладь горячим утюгом с паром. Ну сделай небольшую дезинфекцию. Нет, а зачем? Мы прям так надели все опять. И детям, и подушки все. Неизвестно, где они валялись, на каких складах, и сколько времени. Но мы это все надели, даже не погладив. Вот и вся в этом быкова наша, которая любит чистоту, чистоту. Прям хирургическую стерильность. Это мы видели. И животных. Вот коровы, вот козы, вот козлята. Вот вымя какое, посмотрите, я подоила. Мы вот это видим уже в течение двух месяцев. Вот козы, вот коровы, вот козлята. И ничего не делается. И только купите у меня козлов. Купите у меня козлов. Быкова за 10 тысяч, и за 15, которые ты за них хочешь, ты будешь их сама кушать. Да, тебе придется зарезать и пустить их на мясо. Никто у тебя за такие деньги их не купит. Вот продала одного, и будь счастлива. Остальное у тебя пойдет. Очень дорогое молочное мясо. Ладно, мои дорогие, я с вами прощаюсь. Мне пора приступать к куличам. Все, что сделаю, я вам потом сниму, покажу. Еще раз всех с праздником. Кто будет, девчонки, печь куличи, в телеграмм скидывайте фотографии. Я буду рада только. Я хочу посмотреть на ваше творчество. Кто во что гораст. Девчонки, это так красиво, когда все пекут. И у всех своя выпечка, и украшения свои. Я просто прошу вас, скидайте фотографии в телеграмм. Все, прощаюсь. Люблю. Ваша Наталья. Марго. Марго. Кс-кс-кс-кс. Так, сейчас я ее подниму. Вот на камеру. Марго тоже прощается. Да, вот так вот, боком. Все, пока-пока, мои хорошие.